Стоит целый ряд биопрепаратов иностранного происхождения, там Нобелис и прочие, чешские, польские, ну голландские, ну вакцины на порядок дороже, насчет того, что они более эффективны, ну в отношении наших вакцин можно сказать, что при правильном применении они тоже дадут достаточно эффекта, достаточный эффект. Очень часто это заболевание протекает в хронической форме, тогда птица погибает одна заодно в течение длительного периода времени. В этот момент, конечно, можно предпринять какие-то радикальные меры, отсортировать и убить всех подозреваемых в заражении. Где сделать вакцинацию лосотой, поскольку она самая мягкая вакцина, хотя есть и бор, есть и вакцина H и другие, но от этой вакцины наименьший вред обработать птицу и обработать помещение, естественно, механическая очистка и дезинфекция самая тщательная. Вирус не очень устойчив во внешней среде, но вот в сухих фекальных массах, в замороженных тушках он может находиться длительный период времени. Но в данном случае, поскольку голубядня в летнее время прогревается до 40 градусов, вряд ли здесь связано с вирусом. Как объясняет хозяин, две недели назад была приобретена пара цементальных кошмата-чубатых голубей по бросовой цене, среди которых голубка уже вызывала подозрения, поскольку у нее на следующий день уже наблюдался такой зеленый понос, хотя понос может быть зеленый и от излишней растительности, например, там травки нащипались, но в принципе, глядя на зеленый хвост, уже ни в коем случае нельзя брать такую птицу и тем более заводить ее в голубятню, не поставим на профилактический карантин, хотя бы на месяц, в течение которого оно бы, если что, извините, сдохло. Субтитры подогнал «Симон»